Здравствуйте! Сегодня мы продолжим с вами разговор о сказках. И речь пойдет о сказке о мёртвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина. Она датирована 4 ноября 1833 года. Народную сказку рассказала Пушкина его няня Арина Родионовна, когда он был в ссылке в сельце Михайловском в имении своих родителей. Сегодня наша с вами задача сравнить исходную народную сказку, ту запись, которая сохранилась в бумагах Пушкина, с той литературной сказкой, которую написал Александр Сергеевич. Ведь мы говорили о том, что литературные сказки очень часто имеют в первооснове сказки народные, но виды изменяются и приобретают совершенно иное звучание в соответствии с задачами, которые ставит автор. Послушайте, пожалуйста, как начинается запись в бумагах Пушкина в сказке о мёртвой царевне. Царевна заблудилась в лесу. Очень странно. Сказка без начала. Давайте вспомним, как начинает Пушкин свою сказку. Царь с царицей упростился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Царь отправляется в поход, а царица только и остаётся, что сидеть у окошка и его ждать. Идёт-пождёт с утра до ночи, смотрит в поле, индоочи разболелись глядючи, с белой зори до ночи, не видать милого друга. Только видит, вьётся вьюга, снег валится на поля, вся белёшенькая земля, девять месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот в сочельник самый, в ночь Бог даёт царице дочь. Очень похоже на песню, на народную песню, которая выражает тревогу. И в нашем сердце, когда мы слушаем эту сказку или читаем её, тоже появляется какая-то тревога. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, издалеча, наконец, вратился царь-отец. Ну, казалось бы, вот она радость. И о чём может дальше быть сказка, если всё так прекрасно заканчивается? Только не тут-то было. На него она взглянула, тяжелёшенько вздохнула, восхищение не снесла, и к обедне умерла. Вот так грустно и страшно начинается эта сказка. И мы совершенно не уверены, что эта история будет радостная. И мы печалимся и тревожимся вместе со всеми читателями, которые когда-либо открывали эту сказку Пушкина. В народной сказке упоминается мачеха. Появляется мачеха и в сказке Пушкин. Долго царь был неутешен, но как бы, и он был грешен. Год прошёл, как сон пустой. Царь женился на другой. Обычно в народной сказке мачеха злая. И именно мачеха приносит вред своей пачерице, который необходимо как-то исправить. Что же мы узнаём о мачехе в сказке Пушкина? Правду молить. Молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Интересное замечание. Уш и впрямь была царица. А та предыдущая на царицу была совсем не похожа? Интересно, кто же так думал? Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. У этой мачехи есть свой характер. Помните, я говорила об индивидуальном характере героя как об одной из особенностей литературной сказки? Ни в одной народной сказке вы не прочтёте, какая по характеру была мачеха. Злая и всё. Истории взаимоотношений царицы с зеркальцем в народной сказке нет. Как нет у самого зеркальца. А это очень важный момент. Не зря же именно с зеркальцем царица держит себя в руках. С ним одним она была добродушна, весела, с ним приветливо шутила. И красуясь говорила, «Свет мой зеркальца, скажи, да всю правду доложи!» Яль на свете всех милее, всех румяне и белее. И как только зеркальца не подтвердила ей то, что она лучше всех, разговор у царицы стал совсем иной. «Ах ты, мерзкое стекло! Это врёшь ты мне назло!» Кто же, по мнению зеркальца, стал самым прекрасным? А подросшая царевна вот этого царица снести не может. «Где тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успокою!» И принимает очень жестокое решение. Она, чёрной зависти полна, бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей, сенной девушке своей, весть царевну в глушь лесную и, связав её, живую, под сосной оставить там на съедение волкам. Вы помните, в народной сказке царевна заблудилась в лесу? Тут нету злого умысла. В сказке Пушкина царевна оказывается в лесу по злому, жестокому умыслу царицы. Это тоже очень важный момент. Вот так народная сказка рассказывает, что было дальше. Находит она дом пустой, убирает его. Двенадцать братьев приезжают. Ах, говорят, тут был кто-то, али мужчина, али женщина. Коли мужчина, будь нам отец родной или брат названный. Коли женщина, будь нам мать, али сестра. Похоже на пушкинскую сказку? Очень. Только братьев-богатырей не двенадцать, а семеро. Входят семь богатырей, семь румяных усачей. Старший молвил, что за диво, всё так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал, да хозяев поджидал. Кто же? Выйти покажися, с нами честно подружися. Коль ты старый человек, дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, братец будешь нам названный. Коль старушка, будь нам мать, так и станем величать. Коли красная девица, будь нам милая сестрица. Царевна остаётся жить в доме братьев-богатырей. И в этом Пушкин следует за сюжетом народной сказки. А вот послушайте, что было дальше. Все братья враждуют с другими двенадцатью богатырями. Уезжая, они оставляют сестре платок, сапог и шапку. Если кровью нальются, то не жди нас. Этого фрагмента в пушкинской сказке нет вовсе. Но вообще, история с волшебными вещами, которые подают весть о хозяине, очень характерна для русских народных сказок. Посмотрим, что было дальше. Приезжая назад, спят братья с новым богатырским. Первый раз двенадцать дней, второй раз двадцать четыре, третий — тридцать один. Противники их приезжают и пируют. Она подносит им сонных капель. Эта деталь народной сказки совершенно не вяжется с тем характером, который имеет наша царевна в сказке пушкинской. Вспомните, белолица, черноброва, нрава кроткого такого. Разве можем мы себе представить, чтобы такая тихая, кроткая царевна кому бы то ни было подлила сонных капель, отравила? Нет, конечно. Пожалуй, это к мачехе все-таки. В сказке Пушкина происходит очень похожая вещь. Только царица не сама переодевается нищенкой, а отправляет чернавку. И отравленное яблоко творит такую же страшную вещь. Кстати, почему яблоко? Почему не рубашка? Оно сока спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, будто медом налилось. Видны семечки насквозь. Однако именно от этого яблока умирает царевна. Напоено было ядом знать оно. Смотрите, пожалуйста, какое несоответствие между внешней красотой, а Пушкин не зря описывает яблоко так, что ведь начинают слюньки течь и внутренней сущностью, тем ядом, который несет смерть. вам никого это яблоко не напоминает? Кстати, говоря, в народной сказке не сказано, как мачеха нашла царевну и почему она решила ее погубить. В сказке Пушкин рассказывает о том, что царевну выдала зеркальце, рассказав царице, что живет без всякой славы, средь зеленой Дубрава у семи богатырей та, что все ж тебя милее. Царевна умирает. Вот как об этом рассказывает народная сказка. Братья хоронят ее в гробнице, натянутой золотыми цепями к двум соснам. Ровно так же поступают и в сказке Пушкин братья-богатыри. Сотворив обряд печальный, вот они в огроб хрустальный труп царевны молодой положили и толпой понесли в пустую гору и в полуночную пору гроб ее к шести столбам на цепях чугунных там осторожно привинтили и решеткой оградили. Нами ты была любима и для милого хранима. Не досталось никому, только гробу одному, говорят печальные братья. И вот это тоже очень важный момент сказки. для милого хранима наша царевна была невестой и все события происходят накануне ее свадьбы. Жених ее был королевич Елисей, который, как и полагается, отправляется искать свою невесту по всему свету. С той лишь разницей, что в сказке обычно жених нарушает какой-либо запрет. Именно поэтому пропадает его суженая. Здесь же царевна пропадает злой волей мачехи. Королевич Елисей обращается к силам природы, потому что люди не захотели ему помочь. Кто в глаза ему смеется, кто скорее отвернется. И только небесные силы солнца, месяц, ветер сочувствуют нашему герою и помогают ему. Так королевич Елисей отправляется на поиски своей царевны. В народной сказке все происходит иначе. Царевич влюбляется в труп царевны. То есть видит красоту внешнюю. Королевич Елисей отправляется на поиски живой невесты. Но когда ветер сообщает ему страшную новость, он все равно хочет хотя бы в последний раз увидеть свою любимую. Что же происходит в этой норе печальной? И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился. Зачем он ударился? Может быть это было условием спасения царевны? Ведь очень часто герой народной сказки должен совершить какое-то действие, чтобы спасти свою суженую. Вспомните невесту финиста ясно сокола. Она должна была действия совершить. Может быть это было такое специальное действие, которое обязательно должен был совершить королевич Елисей, и он знал об этом? Да ничего подобного. Подумайте, какое чувство могло вызвать такое действие королевич Елисея? Наверное, это чувство можно назвать отчаянием. Однако это самое отчаяние и возрождает царевну к жизни. Дева вдруг ожила. Это удивительное чудо, о котором не говорит народная сказка. Вот как об этом говорит Пушкин. В руки он ее берет и на свет из тьмы несет. Обратите пожалуйста внимание, на свет из тьмы. От зла к добру. Это очень важно. И беседуя приятно, в путь пускаются обратно. И трубит уже молва, дочка царская жива. Ну, счастливое завершение сказки невозможно без свадьбы. И она будет. Лишь ее похоронили, свадьбу тотчас учинили, и с невестою своей обвенчался Елисей. И никто с начала мира не видал такого пира. Лишь кого похоронили? Ведь мы знаем, что в народной сказке зло обязательно должно быть наказано. Иногда наказано жестоко. Помните, я рассказывала, что злых сестер могли выгнать из дома. А здесь царица умерла от тоски. Сама, задохнувшись собственной злостью. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. Нет наказания, человек наказывает себя сам. И это тоже очень важное отличие литературной сказки от народной. Нет наказания приходящего извне. Мы не можем себе представить, что царевна с ее характером жестоко бы расправилась с мачехой. Она не была бы той царевной, которую мы полюбили, если бы так поступила. Таким образом, мы видим, что Пушкин использовал детали сюжета народной сказки о мертвой царевне. Но герои ведут себя в этой сказке по-иному. Они руководствуются нежесткими предписанными правилами народной сказки. Как должен поступать герой в сказке? Он не может, иначе у него нет выбора. Их поступки продиктованы их принципами и основываются на их характерах. ведь мачеха ненавидит пачерицу не по должности, не потому, что она мачеха, как в народной сказке. А царевна держит данное слово, но другому я навечно отдана. А Елисей бьется об гроб не потому, что так ему подсказали волшебные помощники. он в этот момент точно знает, что она мертва и отчаянием владеет. Вот и получается, что сказка Пушкина, основываясь на народной, рассказывает совсем о другом. На этом мы можем и закончить сегодня наш урок, в котором мы говорили о различиях народной и литературной сказки. До свидания. Продолжение следует...